Лазерное шоу, тысяча зрителей и гимн венка дружбы. Юбилейный творческий форум объединил в себе лучшие традиции 15 лет его проведения. Презентация участников фестиваля началась еще у сцены. Там представители всех континентов водили хороводы. На центральной площадке приветствовал гостей Александр Студнев. Уверен, что праздник искусств станет незабываемым событием в жизни его участников и гостей. Откроет путь на профессиональную сцену многим ярким молодым талантам. Искренне желаю фестивалю, благотворной работы, его участникам творческой самоотдачи. Грузия и Литва, Куба и Корея, Россия и Молдова. В списке участников больше десятка стран. На сцене творческие номера уже полюбившихся коллективов и неожиданные выступления новых друзей форума. Рамиль Баро на венке впервые, но заявляет о себе громко. И на сцене, и за кулисами. «Будет все пополам, жизнь пополам, любовь пополам. Хочешь, я для тебя сердце свое отдам». Сара Гялин, национальный коллектив из Азербайджана, в этом году сорвал аплодисменты зрителей. Зажигательный кавказский танец репетировали задолго до фестиваля. Девушки признались, хотелось показать не только технику, но и особую манеру танца «Страны огней» для лучшего творческого фестиваля «Синеокой». Этот фестиваль такого огромного формата, такого прекрасного формата. Мы очень все довольны и очень рады, что мы сегодня и на открытии, и являемся участниками. Гости из России и Латвии признались. Последний раз они были на венке дружбы много лет назад. Перерыв у коллектива из Долгов Пилса почти семь лет. Все потому, что на престижный творческий форум каждый год много желающих. Все благодаря отношению к участникам и высокому уровню организации фестиваля. Очень хороший фестиваль, очень яркий, много разных стран, что это всегда масштабно. И город у вас красивый, мы рады тут приезжать, побывать. Город стал не просто гостеприимный, он родной. Поэтому только аплодисменты городу и жителям. Несколько часов подряд артисты радовали бобручёный гостей своими яркими номерами, дарили эмоции и авансом, поздравляли с днём рождения город и его жителей. Процветание и чтобы почаще мы собирали в этом городе столько национальностей и делали такие праздники. Это очень приятно и очень интересно. Последний раз я был здесь в 2000 году. Здесь всё очень изменилось и желаю не останавливаться на пути развития и дальше расти. Городу я бы хотела пожелать, чтобы жители себя тут чувствовали хорошо, и тогда этот город будет процитать. Улыбайтесь, любите друг друга и будьте счастливы, это самое главное. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.